Субтитры создавал DimaTorzok Привет, ребята! А вы слышали выражение «Пишут не пером, а умом». Нет? Не расстраивайтесь, обязательно присоединяйтесь к нам. Настя Шпак и Арсений Бедюра уже ждут нас. Идемте со мной. Ух ты! А можно посмотреть? Да, конечно, только аккуратно. Я обещала папе, буду бережно относиться к своим вещам. А то в прошлый раз пластеры я не закрыла, и они все засохли. Держи. Ну да, это, конечно, плохо. Кстати, а ты знаешь, какие нужны красные фломастеры? Они, наверное, очень дорогие. Да, такие дорогие. Я еле уговорила вчера родителей купить эти фломастеры. Привет, ребята! Привет, Наташа! Наташа! Наташа, посмотри, какие у Насти дорогие фломастеры. Да, я сейчас такие картины буду рисовать. Ага, ты с этими фломастерами станешь великим художником, а мы с Наташей будем к тебе приходить на выставки. Ну да, и будем тобой гордиться, Настя, что мы тебя знали. Ох, какое хорошее будущее, правда? Да, нарисую вас. Как приятно. Кстати, ребята, а вы знали, что пишут не пером, а умом? А при чем здесь перо? Да, и как можно писать умом? Умом. Такую пословицу вы не слышали, нет? Нет, никогда в жизни. Давайте разбираться вместе, ребята. Давайте так подумаем. Если мы купим самую дорогую в мире ручку, но мы не умеем писать, не умеем совсем, мы напишем слово «аккуратно», «красиво», «правильно»? Нет. Если мы купим самое дорогие в мире краски, самое красивое, там, с блесточками, но мы не умеем рисовать, у нас получится красивая картина? Конечно, нет. А давайте подумаем с вами еще. Если мы возьмем с вами, например, иголочку, да, ниточку, но не умеем шить, у нас получится? Нет, конечно, не получится. Конечно же не получится. Все дело в самом исполнителе. Если ты хорошо рисуешь, да, у тебя хорошо это получается, это твое, то ты нарисуешь картину и чем? И простыми фломастерами, да? Да. Даже нарисуешь мелом обычным, да, или углем картину, да? А вот дай уголь простому человеку, который не умеет рисовать, он сделает картину? Нет, конечно же. Поэтому все дело в исполнителе, все дело в нас. Какую душу мы туда вложим, да? То есть как мы нарисуем эту картину, с какими эмоциями? Вот это самое главное. А почему пером? Давайте разбираться вместе. Вы знаете, что в старину люди писали пером? Нет, никогда не слышала. Арсения, ты знал об этом? Нет. Нет, только первоначально, ребята, посмотрите. Люди писали чем? Камешками, да, на стене. Посмотрите, какие рисунки были обнаружены, наскальные такие рисунки. Видите? Да. Да, ого, тут какой-то зверь. Так, только непонятно, что это за зверь, правда? Да. В принципе, очень даже неплохо, да? Но не совсем понятно, что хотели этим рисунком изобразить люди. Похоже на быка какого-то. Да, похоже на быка какого-то рядышком тоже. Непонятно, какое животное. Перми, наверное, удобнее писать, чем камешками. Камешками там что-то выбивать надо, а тут просто взял и пишешь. Так, это очень просто кажется. Ты знаешь, Настя, но все дело в том, что пером также надо уметь пользоваться, да? И перо должно быть необычное. Например, чаще всего использовались гусиные перья, да? Чтобы писать. Еще использовались перья, например, лебедя. Ребята, посмотрите, что это за птица такая. Знаете лебедя, да? Да. Они такие красивые, грациозные, белые. Например, еще использовались перья павлина. Павлин вообще очень интересная птица, да? Да, у него хвост так вот раскрывается. Огромный красивый хвост разноцветный, да? Павлин, лебедь. Также использовались перья глухаря, ребята. Слышали такое птицы? Нет. Посмотрите-ка. Очень интересные звуки издает глухарь. Очень интересные. Это надо услышать. Похоже, такое даже бы склонно мяуканье какое-то кота. Очень смешная, интересная птица. Так, а также вороны. Представляете, даже у вороны. Брали перо и использовали его в своих целях, да? Писали письма. Писали письма вороновым пером. Так интересно. Да. Как вы думаете, а перья других птиц использовались, например, куриц? Ну, не знаю. Мне кажется, подойдут. Мне кажется, что нет. На самом деле использовались даже куриные перья, да? Но чаще всего именно гусиные, да? Как вы думаете, почему? Наверное, гусиным и удобнее. Так, совершенно верно, Настя. Кстати, гусиные перья очень удобные. Кстати, ученые выяснили, что если вы правша, да, то вы должны перо взять из гусиной лапки слева, с гусиного крылышка, да? А вот если вы левша, то с какой стороны? С правой, скорее всего. С правой, да. С другой, да, с противоположной. Таким образом это перо передает письмо, да? Да, то есть удобнее писать в нашей ручке. Оно очень удобное оказывается. Посмотрите, ребята, вот так выглядели перья, при помощи которых писали в старину. Ага. То есть можно взять перо и чернила, макнуть перо в чернила, и он будет писать? Нет, Арсений. Для письма использовались только маховые перья. Только маховые. Что значит маховые? Я сама не знаю, что значит маховые. А мне кажется, что маховые, ну, это, например, как вот это. Ну, из крыльев. Правильно, это из крыльев. Это то перо, которое помогает птице, что делать? Передвигаться, да, во время полета. Летать. Совершенно верно. Их, кстати, не так-то много у птиц. Всего 8-10 штучек, да? Поэтому мы не можем сделать из крылышка, да, очень много там перьев, да, вот этих ручек таких называемых. А только 8-10 штучек. Представляете? Ничего себе. Ага, значит, они такие редкие у птиц. Да, это очень редкие маховые перья. Очень красиво это перо, да, у нас тоже? Да. Наташа, а как писали этими перьями? В самом начале каждое перо нужно было чуть-чуть подточить. По-другому это называлось очинка. Как карандаш точить? Да, совершенно верно. Подточить сначала перо, да, а потом уже им писать. Естественно, отпустив куда сначала? В чернила. В чернила. Ну, вы видели, как ляксы, да, возникают? Да. Пробовали писать чернилами? Да. Нет, никогда, я только ручкой писала. Даже краска, например, только чернила, они еще более жидкие, да, а вот краска, она густая у нас, гуашь, например. Да. А, например, в ручке чернила тоже иногда вытекают, приходится их вытирать. Представьте, как неприятно, да, как неудобно, поэтому писать перо могли не все дети, это было привилегией, да, так же, как и язык, например, как тоже письмо, чтение знали абсолютно не все. Сейчас что, все умеют читать и писать? А раньше умели только избранные. Наташа, а сколько писали этими перьями? Да, сколько времени? Так, ну если так задуматься, то где-то более десяти веков люди писали перьями, причем подписывали что? Указы, да? Да. Например, да, что могли еще? Издавать какие-то законы, приказы, да, что еще могли написать? Послание, письма. Совершенно верно, послание, письма, ведь почты раньше не было как таковой, да, интернета тоже не было, да, поэтому люди писали письма вот такими замечательными перышками, это понятно? Да. Да, и так долго писали этими перышками. Да, это очень кропотливая была работа, я уже говорила, и это могли делать не каждый день, и даже не каждый человек, ясно? Да? Наверное, как сложно написать этим пером целую книгу. Ты совершенно права, Настя, это очень сложно. Наташа, мы уже устали, давай мультфильм посмотрим, нашим телезрителям пора уже спать ложиться. Хорошо, согласна. Да, давайте. Теперь вы поняли, что означает эта пословица, да? Да. Что самое главное, это не чем мы пишем, чем создаем шедевры, а самое главное, это те эмоции, которые мы там, что, вложили в наш труд. То есть главное, не как кофемастер, а как ты пишешь, красиво. Совершенно верно. Душу возить. Поэтому прямо сейчас я предлагаю все вместе отдохнуть и, конечно же, посмотреть мультфильм. Вам, ребята, приятного просмотра. Пока-пока. Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова